А что делать человеку, у которого нет пятнарика на съемку? Допустим, у меня есть 7. То, что ты жадишься на себя 15 человек. Смотри. Слушай, за 15 можно купить кроссовки, допустим. Или 5 раз сводить телочку в рестик. Слушай, это вот как потратить 100 тысяч на новый айфон или съездить на море. Ты не можешь сравнивать товарку и впечатление. И если какой-то бюджетный вариант на съемку, возможно сразу, допустим, да, это сложно осознать, что ты такой тратишь на себя 15 тысяч рублей. Особенно, когда ты никогда этого раньше не делал, да? Если для тебя это обычное дело, ты берешь сразу индивидуальную съемку. Если для тебя это впервые и для тебя нужна какая-то прелюдия, то можно попасть на фото день, который организовывается в каком-то определенном стиле, по каким-то определенным мотивам. А, то есть когда ты не индивидуально разрабатываешь вот эту концепцию съемки, а человек участвует в групповой какой-то теме. Да, 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 да. Я делаю общую какую-то концепцию. И мы предлагаем сделать групповые портреты и индивидуальные кадры на фоне остальных прекрасных женщин. Либо как-то уединенно. А как узнать о вот этих фотоднях? У меня есть канал в Телеграме, фотопроект из Ксении Матушкиной, на который можно подписаться и следить за анонсами новых съемок. Мы сейчас делаем серию по мотивам различных картин, известных, которые висят в Третьяковке, в Пушкинском музее и так далее. Пушкинский музей. Это были галереи, а не сам музей. Предыдущий проект был по мотивам картины Ивана Крамского «Русалки». То есть мы просто с Алексеем ходили по Третьяковской галереи. С менеджером Алексеем. Да, с менеджером Алексеем. Ходили по Третьяковской галереи и мне запала эта картина в сердце. Я подумала, что хочу ее воспроизвести в реальности. Тем более, когда у нас 35 градусов жары каждый день. «Русалки» называется картиной. И мы с Марианой Гербей, ма... Мы тебя любим. Да, мы собрали женщин прекрасных на пикник. Просто весело провести время, покушать, позагорать, пораскладывать карты, там что-нибудь такое поделать. И потом посниматься все вместе и сделать кадры каждой девчонки, ну, для нее конкретно. Он кусается? Ну, он ест только вот это. Следующий фото-день будет по мотивам творчества Ренуара и серия завтраков на траве. «Импрессионисты любовь». Холодно же, какие завтраки на траве? Да, ну, у нас будет теплая одежда. Мы хотим поехать в усадьбу, где можно покататься на лошадях. И совместить это, типа, с катанием на лошадях и вот съемка на конюшне, вот это вот все-все-все. Там же плохо пахнет? Пахнет навозом. То есть фото-день может подразумевать некий трансфер, да? Это что, каждый сам себе организовывает или вы как-то... По поводу трансфера, мы пока не настолько, мне кажется, расширили, чтобы организовывать еще и трансферы. Чаще всего мы предоставляем это on your own. В будущем, я думаю, можно делать полный цикл, что если вы выезжаете на какую-то локацию, у вас есть мини-вэн, который вас довозит, привозит, кормит там, и вообще вы заказываете гринваген какой-нибудь там. Но это все в будущем. Пока что мы используем собственные ресурсы. И мой ресурс, который у меня есть, это Алексей. Менеджер Алексей. Менеджер Алексей. Так, а почем фото-день-то вообще? Сейчас супер кайфовые условия. То есть у нас есть оргзнос определенный, полторы тысячи рублей. И донейшн, который является абсолютно свободным, скажем так, пожертвованием в пользу Творца. Пожертвование на этот раз. Так, еще раз, давайте. Я просто не совсем понял. Типа индивидуальная съемка с разработкой концепции, образами, обсуждениями, выбором локаций. И сама съемка в течение часа или полутора, или двух, или сколько? Да, в течение часа, полтора. Час, час-полтора. Стоит пятнарик. А если человек хочет участвовать в фото-дне, то он платит полторашку за то, чтобы вы его взяли в свою вот эту группу. И по результатам съемки он получает общие фотографии, свои фотографии, свои с кем-то, ну, типа, как они там сойдутся. И он может по своему желанию закинуть еще денег в качестве благодарности. Да. В любом объеме лучше, конечно, больше. Это в зависимости от его вдохновения. Нет, это, видишь, мы хотим эти истории делать платными. Ну, чтобы люди понимали, это твоя основная работа. То есть ты одеваешься, ходишь в магазин, не знаю, там, обслуживаешь тачку, улучшаешь свой вот этот фото-гир, да. Кстати, меня частенько спрашивают, основная ли это моя работа или нет. И когда я говорю основная, люди очень сильно удивляются. Ну, да, то есть нужно делить фотографов, которые, допустим, только развиваются, да, и они просто возьмут базовый фотоаппарат, да, с базовым объективом, сделают вам какие-то кадры, и что получится в итоге. И есть люди, которые потратили кучу времени на различные курсы, на сеансы психотерапии, чтобы понимать лучше психологию человека, чтобы развивать свои communication skills, там, и так далее. Ну, то есть, по сути, лучше, наверное, человека, который думает пойти к тебе за 15 тысяч или не пойти, посмотреть примеры твоих фотографий, что... Не то, что примеры моих фотографий, а, скорее всего, ему нужно познакомиться со мной как с личностью. То есть меня нужно больше транслировать в моем интернете, чтобы люди просто видели, как я выгляжу, как я общаюсь, то есть как я взаимодействую с разными людьми. Грубо говоря, мы сейчас хотим найти с небольшими взносами, да, ну, потому что полторы тысячи, любой человек может найти, даже я, на съемку, участие. Это как, знаете, идея для того, как провести выходной день. То есть вы можете взять своего парня или свою девушку, если вам нравятся женщины, ну вот, с собой, и предложить, типа, хей, давай мы не просто посидим в парке, да, а мы сходим на... Досуг, досуг. Да, вариант досуга. Нам всем вкусно, нам нечем заняться, мы смотрим телевизор, приемки и... А как это называется, концепция съемки или что? Вот я, допустим, хочу своей там подруге сказать, что я вот тебя приглашаю на интересную штуку, она называется, ну, как-то общая фотосессия, что это? Как сказать правильно? Ну, это почему? У нас для каждой концепции есть свое название. У нас было название «Русалка», сейчас у нас будут «Завтраки на траве». Ну, это фотопроект как-то. Ну, да, это как-то название фотопроекта. Фотовстреча, групповое фото что-то. Фотопикник. Во, кстати, прикол, фотопикник. Важный вопрос, кто закупает еду? У нас съемка, мы с Марианной? Мариан, мы тебя любим. Вывели две целевые аудитории. Это совсем бюджетная история, когда орг взнос очень маленький, когда донейшен, ну, ты не ожидаешь ничего от него, да? Какой самый большой донат ты получала? Пять тысяч. То есть человек заплатил полторашку за участие, и еще пятак скинул по результатам съемки? Ну, то есть ты сделал общие кадры, и каждому человеку ты уделил пять-десять минут. Ну, то есть ты за десять минут заработал пять тысяч рублей. Надо больше времени уделять. Тебе же это не далеко. Да, просто тогда было холодно в воде, я не могла уделить больше. Я бы уделила больше, то есть для меня уделить человеку там 15-15 минут. 15 или 17, вы поняли? Да, 15 минут на групповой съемке – это нормально. Но в ту экстремальную ситуацию, когда вода была холодная, я уделяла по пять-десять. Кто закупает еду, ты спрашивала меня? Если съемка бюджетная и орг взнос очень маленький, то, соответственно, на фото-пикник мы и так и говорим, что, девочки, все, что вы любите, покупайте сами. То есть это вполне нормально. Мне кажется, это самое разумное, потому что, что, вы с Марианной и, допустим, я будем таскать жратву на 10 человек? Но если орг взнос большой достаточно, и мы понимаем, что мы можем купить что-то вкусненькое для всех людей. Да, которые участвуют в нашей съемке, то, конечно, мы это предоставляем. Можем кейтеринг заказывать, если прям совсем будет жирно. Да, мне кажется, что… Или морской кейтеринг за 300. У меня есть девчонка, которая вообще организовывает, по сути, вот эти фото-пикники. Она, видимо, работает с какой-то капкейкой, капкейкой, она что-то с кем-то… Слушай, сладкое плохо жрать, у всех потом будут животы большие. Ну, это, понимаешь, дофаминчик. А это дополнительно расслабляет на съемке… Так, окей, смотри, концепция, как я понял, такая, что мы сейчас собираем людей, приглашаем тех, кому интересны разные концепции съемки. Мы их аккумулируем в телеграм-канале. То есть человек может просто подписаться туда, начать следить за тем, что происходит, и в какой-то момент ты анонсируешь съемку, а человек пишет, что да, мне типа это интересно, и уже попадает вот в эту группу. Если у нас идут эти проекты, людям нравится все хорошо, и донаты достойные, это основная наша цель. Понравится вам настолько, чтобы вы по собственной воле… Заказали индивидуальную съемку. И донат за групповую тоже внесли. Нет, цель вот этих всех встреч – это познакомиться со мной оффлайн. Оффлайн, да. Потому что… Потрогать. Да, чаще всего через… Очень сложно купить что-то дорогое. Особенно, когда ты не знаешь этого человека, ты никогда его в жизни не видел. Наша цель – не продать, ну, точнее, не только продать вам индивидуальную съемку за пятнарик, но и сделать вашу жизнь лучше. Мы на полном серьезе заботимся о вас.